Простите, как мне тут сидеться? Я-то думаю, почему в стране бардак. Потому что государственные служащие в свое рабочее время занимаются негосударственными делами. Ты чего, сынок? Новостей насмотрелся? А мне некогда новости смотреть. Вообще-то мне тут не сидится, а работает. Это не администрация, где можно штаны просиживать. Молодой актер Кирилл Децевич не так давно появился на небосклоне кинематографа. Но уже успел стать популярным и покорить своим талантом и внешними данными огромную аудиторию зрителей России, Белоруссии и Украины. Карьера красавчика стремительно развивается, а вот попытка обрести семейное счастье оказалась неудачной. Уроженец Белоруссии Кирилл Децевич появился на свет 21 декабря 1992 года в семье служащих банка. Его малой родиной стал город Береза, расположенный в Полесье. Он единственный ребенок у родителей, и они души не чаяли в своем чаде, ни в чем ему не отказывали. И хотя отец с матерью не имели отношения к искусству, от их внимания не скользнуло то, что у сына с ранних лет стали проявляться актерские наклонности. Он с удовольствием разыгрывал перед ними сценки, а когда пошел в школу, стал активным участником во всех проводимых в учебном заведении мероприятиях и театрализованных постановках. Школьная сцена приоткрыла Кириллу занавес в мир лицедейства, и ему это понравилось. Но цели выбрать именно эту стезю после получения аттестата у него не было. Децевич учился хорошо, и когда пришло время определяться с профессией, он с первой попыткой стал студентом факультета микроэлектроники Политехнического университета в Минске. Учеба молодому человеку давалась легко, но увлечение лицедейством не отпускало. Он стал снимать любительские веселые видеоролики со своим участием, которые однажды увидел декан актерского факультета Академии искусств, пришедшую в политех по своим делам. Мужчина оценил потрясающие внешние данные и способности Кирилла и посоветовал ему связать свою судьбу с актерством, предложив перейти в театральный вуз, в котором он работал. После третьего курса наш герой бросил учебу в техническом вузе и в 2012 году получил заветный студенческий билет в Белорусской государственной академии искусств. Уже через год, будучи второкурсником, Десевич оказался на съемочной площадке. Началом его киношной биографии стали мелодрамы «Букет», «Все сокровища мира», «Ненавижу и люблю» и другие. 2014 год оказался для молодого дарования знаковым. Именно тогда в Белоруссии решили провести конкурс красоты среди парней. Кирилл по совету своего руководителя курса решил принять в нем участие с намерением заявить о себе для дальнейшего продвижения в карьере. Благо, внешность красавчика и его физические данные при росте 193 см и весом 80 кг идеально вписывались в условия конкурса. Конечно, будущему актеру пришлось изрядно потрудиться в спортзале, но усилия не прошли даром. По результатам зрительского голосования, Десевич стал победителем мужского конкурса красоты и получил титул «Мистер Беларусь». После победы на талантливого красавчика одно за другим посыпались от кинорежиссёров предложения ролей. Да и многие продюсеры не упустили возможность заманить его в свои телепрограммы в качестве ведущего. Фильмография Десевича стала стремительно набирать обороты, и его стали приглашать сниматься в кино, но не только в Беларуси, но и в России и на Украине. Ещё до окончания театрального вуза Кирилл привлёк внимание огромной аудитории, зрителей своим участием в сериалах «Домработница», «Старшая дочь», «Дочь за отца». В 2016 году в возрасте 24 лет Десевич получил диплом профессионального актёра драматического театра и уехал в Москву, где был принят труппу театра имени Пушкина. На подмостках сцены данного столичного театра он прослужил один год, а потом полностью погрузился в кинематограф. В настоящее время на счету 28-летнего актёра более трёх десятков широко известных работ в кино, среди которых особое место занимают мелодраматические сериалы, такие как «Запретная любовь», «Любовь без правил», «Каждому свою», «Хороший парень» и другие. Красавчик Десевич всегда пользовался вниманием со стороны противоположного пола и разбил не одно девичье сердце. Ему приписывали романы с партнёршами по съёмочной площадке, но отношения с ними были мимилётными и чаще всего несерьёзными. И хотя актёр считает себя влюбчивым человеком, до предложения руки и сердца дело как-то не доходило. Каково уже было удивление, когда летом 2017 года на страничке Настасии Самбурской в интернете появилась информация о её помолке с Десевичем. В ноябре того же года влюблённые поженились. В день бракосочетания Насте было 30 лет, а Кириллу – 24. Но разница в возрасте не смущала молодожёнов. Вот только наряд невесты был необычным. На свадьбу она одела чёрное мини-платье, ведь выделяться как-то по-особенному было обычным делом в характере Самбурской. Свой медовой месяц супруги провели на острове Самуи и Таланте, и по возвращении стали жить в квартире Настасии. Но семейное счастье проделось всего около двух месяцев, и в начале 2018 года пара распалась. Дело в том, что свекровь имела неосторожность дать интервью журналистам, в котором очень положительно отозвалась о своей невестке. Самбурская по этому поводу устроила грандиозный скандал, ведь на интервью она не давала своего согласия, что было против её правил. Постоянные ссоры и выяснение отношений привели к тому, что Кирилл собрал вещи и, хлопнув дверью, ушёл от жены. Сейчас Кирилл Децевич находится в статусе завидного холостяка. Он невероятно востребованной профессии, много снимается в сериалах и надеется, что ещё встретит свою настоящую любовь. Мы пожелаем ему творческих успехов и огромной любви. Будем вам признательны, если вы подпишетесь на наш канал, чтобы не пропустить выход интересных роликов о жизни знаменитых людей. Также поставите нам лайк. И до новых встреч. Спасибо за просмотр. Субтитры подогнали Симон.